Радио РА Начали бы по-доброму начать Друзья, ну вроде бы Должна быть, сейчас должен с нами на связь выйти Александр Дугин Вот у нас сейчас есть соединение Александр Гелевич, добрый вечер Ну пока Денис связывает с Александром Дугиным Я хочу вам напомнить, что сегодня Пятница, 20 декабря 2019 уходящего года Это Радио Вера на 96.1 FM С понедельника по пятницу с 8 до 10 утра Сегодня в студии Денис Манзар и я, Александр Герса Мы ждем нашего гостя Это впервые премьера на Радио Вера Александр Дугин Александр Гелевич у нас на связи Была у нас небольшая проблема со скайпом Сейчас все в порядке Как слышите, видите нас, Александр Гелевич? Я вас слышу отлично Добрый вечер Добрый вечер Во-первых, Александр Гелевич, большое спасибо за то, что нашли время Уделили время для беседы с нами Большое спасибо вам за это Ну и, собственно говоря, так как Немножечко мы Эфир у нас немножко сдвинулся Поэтому я уж сразу Начну сыпать вопросами У нас сегодня в студии я, Денис Манзар и Моя коллега Александра Гессен Еще к нам должен, кстати говоря, присоединиться наш Соведущий Сан-Франциско, его зовут Костя Щиглик Вот, и еще радиослушатели наши Которые могут звонить и задавать вопросы Так что мы сегодня вас засыпем Ничего? Пожалуйста, пожалуйста Спасибо Александр Гелевич, я хотел вас спросить Буквально совсем недавно посмотрел Ваше интервью, правда оно уже Достаточно Старое, я имею ввиду Это то интервью, которое вы давали Владимиру Владимировичу Познеру И вот конец этого интервью Мне очень понравился, когда он вас спросил о том Чем вы гордитесь Вы сказали, что вы гордитесь тем, что вы русский Вот я хотел вас спросить, а что вообще для вас понятие русский, русский человек, русскость? Вот как вы сами это определяете? Знаете, ну вот так, это такой глубокий философский вопрос Который также сложен и также вопрос Определение того, что такое бытие Вот для нас бытие Это то, что с одной стороны нам дано В самом непосредственном опыте То есть мы есть И это есть Нам очевидно А с другой стороны, когда мы задумываемся О колоссовском содержании бытия Тут уже выстраиваются сложнейшие модели Платонические Аристезианские Хадегирианские Гигирианские То есть самое простое Самое близкое Самое понятное Оказывается, самое сложное Вот для меня Бытие И бытие русским Советует То есть для меня И это так же просто И так же сложно То есть с одной стороны Это так же имманентно нам дано Потому что Вот Мы не просто Как бы люди Я не чувствую себя человеком Который одновременно Имеет определенные свойства Там, скажем Быть русским Быть современным Быть мужчиной Быть отцом Мужем Дедом И так далее А в первую очередь Бытие дается мне через русскость То есть на самом деле Я получаю доступ К наличию Через культуру Через собственную Идентичность Через свои корни Потому что Мыслю я на русском Родился я В русском контексте В русской И поэтому Мир Который Я конституирую Или открываю Познаю Или структурирую С которым я имею Моя интенциональность Моя интенциональность Если говорить Из-за Феноменологии Философской феноменологии Она организована Эта интенциональность По-русски И Чем больше я изучаю Другие культуры А я их очень люблю И интересую Семьми Семьми Быть русским Лучше Чем быть нерусским Вот этого Из моего определения Быть русским Никак не вытекает Что русским Быть лучше Чем нерусским Во-первых Русским можно стать Во-вторых Быть русским Это значит Точно Быть не нерусским С одной стороны Не значит Что так лучше И соответственно Вот эта открытая Идентичность С одной стороны Потому что русским Можно стать А с другой стороны Отсутствие иерархии Лишает Это утверждение, что я горжусь. Я, кстати, если меня продолжить спрашивать, а вы страдаете от того, что я русский? Я могу сказать, да. Да, я страдаю от того, что я русский. Вы считаете, что это только некое достижение, я скажу, да, достижение, одновременно это проклятие, потому что в каком-то смысле это мой рок. И я этот рок принимаю в данном случае, и одновременно я им горжусь, и одновременно я пытаюсь подчас ускользнуть из-под его давления, поэтому меня так притягивают другие идентичности. Это все вместе, это как бытие. Вы знаете, это так же сложно, как бытие. Поэтому для меня понятие русский это понятие антологическое. То есть и бытие я не могу не понимать по-русски, оно дано мне, как русскому человеку, и постигается оно мне, как русскому человеку. И человек, я в первую очередь русский, а второй человек. Почему? Потому что стоит только посмотреть, как другие культуры, другие традиции, другие народы определяли и бытие, и человека, и счастье, и гордость, например, или право, или несчастье, катастрофу. Мы придем к тому, что прямых переводов, вот к прямому переводу русский человек, он не переводится на не состоит из русский и человек. Поэтому если мы поменяем скажем французский и человек, у нас вообще другая картина получится. У нас не получится перенос одного и того же, какой-то эссенции определенной, в некоторую новую среду. Поэтому русский – это не какое-то прикладное качество, которое привязывается ко мне как человеку, или как бы строится как симбебикос, симбебикос по-гречески у Аристоселя, некое вторичное свойство. А русский, на самом деле, да ну мне… Вот как в феноменологии. Знаете, вот Гуссер говорит, еще Брентан говорит, что когда мы имеем отдельно розы, а отдельно с красным светом. Мы имеем такое вот через дефис. The rose being red. То есть the rose, дефис, being, дефис, red. Вот с этим комплексом мы имеем. Поэтому быть русским для меня – это быть с одной стороны, с другой стороны русский. Одно через другое определяется. То есть быть русским человеком надо писать через дефис. А есть русский человек – все через дефис. «Вместе» – это единственный сентенс, единственный сентенс в обоих смыслах. И предложение, и приговор, как он в смысле. Вот здесь как раз английский помогает. Поэтому здесь как бы это судьба, это «зайзги шейхты пахарьда героа». Вот быть русским – это быть вброшенным, это быть вброшенным в мир, который конституирован русским языком, русской культурой, русской историей, а не только русской природой или русскими родителями. То есть это русским, это в первую очередь быть мы должны здесь акцентировать на быть. Спасибо. Александр, добрый вечер. Я могу говорить Александр, да? Добрый вечер. Александр, вы так можно, да? Обратите, пожалуйста. Ну, во-первых, добрый вечер и добро пожаловать в Ванкувер, в Канаду. Пока, правда, только вот таким образом, но очень надеемся увидеть вас здесь тоже. Меня зовут Александра. И сегодня у нас как бы три, как уже говорил Денис, три журналиста, которые с вами общаются. Денис Манзар, я и Константин Щеглик из Калифорнии. Костя, привет. Костя? Лео? Константин нас не слышит, но попробуем набрать его еще. Я хочу вот во что спросить. Вот вы сказали сейчас, что вы объяснили, что такое быть русским, и сделали акцент на слово «быть». и затем сказали, что это не значит, что русский лучше, чем нерусский. Вот вопрос мой такой. Если человек, рожденный по национальности, там, еврей, татарин, грузин, но человек прожил всю жизнь в условиях русской культуры, и он думает по-русски, он говорит по-русски, он живет по-русски, вот если так можно сказать, может ли этот человек считать себя русским, именно в этом понимании быть? Или это все-таки не совсем так? Вот вы знаете, очень интересно. Во-первых, здесь считать и быть, вы правильно оговорились, это разные вещи. Во-первых, я на это отвечу, это очень серьезный, очень правильный, глубокий вопрос. Первое. Я считаю, что считать себя русским и считаться русским он может безусловно. То есть это абсолютно не обсуждается, потому что человек есть тот, кем он себя считает. То есть считать он себя русским может, и другие его, если он так себя считает, обязаны, я бы сказал, просто обязаны считать его русским. Теперь, что касается быть. Вот тут все возникает гораздо сложнее, потому что очень многие, например, ну не то, что многие, но есть татары, армяне, евреи, которые по-настоящему являются, они суть русские, они бытие русским, им дано как внутреннее озарение. А есть русские, этнические русские, генетические русские, которые отчуждены от своей русскости, которые считаются, и те, и другие могут на равных основаниях считаться русскими. Здесь просто тем, чем себя человек считает, тем он и является другим, вы должны так, что это единственное определение. Но при этом быть русским, вот тут еще интереснее, могут не только этнические русские, а вот здесь на самом деле этнические русские, евреи, армяне, татары находятся в каком-то смысле в отношении этого бытия в одинаковых положениях. Иногда, иногда представители этнические, или скажем так, по происхождению отличные от этнических славян, биологических славян, больше есть русские, то есть бытие русским для них ближе, полнее, чем для самих вот этнических русских. Потому что вот именно в этом, так я и определяю антологически. С одной стороны, считаться могут, безусловно, это социологический признак. То есть ты являешься тем, кем себя считаешь. Все. Это главный закон социологии. Никакой другой социальной идентичности, социального факта нет. Потому что все в нашем мире социальное, я социологию очень внимательно изучил, изучал, преподавал, я доктор в социологических наук, никаких других форм определения, кроме самоопределения и согласия с ним окружающих, то есть социального, не существует. Но это не затрагивает, не затрагивает антологическое изменение. Но и здесь никакой детерминации нет. Однако вопрос о выборе, кем быть на социологическом или культурном уровне, решается на одном уровне, тоже на важном, но не на таком. И, с другой стороны, антологический выбор, быть русским, намного более глубокий. Это, знаете, вот, собственно говоря, Хайдеггер называл это «Зайнский шифт лихен шайна», то есть вот решение «Дазайна», которое принимает решение принять или стать частью, даже трудно сказать, открыться вот этому русскому путию. И я вот сегодня, кстати, интересно слушал, вот у меня есть мой знакомый, Псой Короленко, музыкант, он этнический еврей, и он еврей сознательный, осознанный, любит идиушевскую культуру, поет, просто великолепно тонко ее знает, но его проникновение в русскую поэзию, в русскую культуру, в русский язык настолько глубоко, что вот я бы сказал, что это его, кем он хочет, тем себя Псой так и определяет, но его постижение русского бытия подчас настолько поразительно, что я очень многим русским патриотам, я говорю, на Псое посмотрите, вы у Псоя, Кароленко, поучитесь, это, кстати, не значит, что он себя считает русским, чем хочет и считает, но он так пронзительно понимает, например, Гоголя, так пронзительно понимает Пушкина, так хорошо знает русский язык, в глубине русскую речь, что я просто подчас поражаюсь его такому антологическому проникновению в русскость, поэтому на ваш ответ такой, что и то, и другое возможно, и то, и другое является делом выбора, выбора внутреннего, потому что мало родиться, мало воспитаться, мало прожить, мало быть частью, еще надо существовать вот этот выбор на социологическом и в глубинном и дистанциальном уровне. Спасибо, спасибо, Александр. Спасибо, Александр. К нам присоединяется Калифорния, Константин Щегли, Костя, привет. Костя, Костя, чуть погромче, мы тебя не слышим. Ну, Денис. Может быть, просто другую линию попробуйте уже попробовала, попробую еще раз. Александр Геевич, а мне вопрос такой вот какое-то время назад, ну, правда, это было давно, вы входили в знаменитое общество памяти, да, ну, это Народный фронт, по-моему, он назывался, да, если быть точнее. Вот лидер этого фронта, Дмитрий Васильев, говорил о том, что, скажем, евреям нужно покаяться. Он вообще считал, что сионизм это главный враг России, русских, сионизм, коммунизм, ну, главное это сионизм. И евреям нужно покаяться, соответственно, креститься, и тогда сионисты будут прощены. Вот, ну, во-первых, правильно ли я эту доктрину, собственно говоря, ее перевел, и второе, согласны ли ли вы вот с такими идеями? Вы знаете, вот общество памяти и Национальный патриотический фронт памяти, который я входил в конце 80-х годов, был одним из первых, потом я из него вышел, уже в конце 80-х, еще до 90-х годов. У меня были другие разные политические и другие интересы, инициативы. Но я хочу сказать, что это было одно из таких очень, ну, таких сырых, что ли, постсоветских явлений. То есть, по большому счету, требовать от людей того периода каких-то внятных, теорий, внятных политических определений, на мой взгляд, просто абсолютно безответственно, потому что то, что говорили тогда лидеры либерально-демократического фронта будущего, и коммунисты, и националисты, и патриоты в конце 80-х годов, ну, просто относиться к ним со всей серьезностью, когда из советского такого, как бы, догматизма люди выходили с какими-то новыми идеями, ну, Васильев читал такие черносотенную литературу, он пытался как бы освободиться от коммунизма справа, и тот факт, что у нас нету такого, ну, скажем, антикоммунизма справа в России, которая, ну, есть антикоммунизм либеральный, и, как бы сказать, он и стал доминирующим, но вот нон-коммунизма, не коммунизма справа, у нас так и не созрело, и это было такое, на мой взгляд, жуткое, сейчас вот я так смотрю, некое жуткое, как будто из, ну, как ребенок, реализуется какой-то весь в крови, весь пятнистый, с соплями, в крови, ну, жуткое явление, но постепенно вот такого рода, скажем, консервативное сознание русское надо было воспитывать, а его демонизировали, и фактически загнали заново, тогда же, уже без меня, загнали в ген. На самом деле, ну, эти представления, они, кстати, характерны для многих националистов и сегодня, и так далее, но обратите внимание, что ту работу, 60 томов я написал, больше 60 книг, в частности, я исследовал еврейскую традицию, в частности, я, скажем, поддерживал отношения со многими сионистами, вот этого такого упрощения, с другой стороны, вопросы к роли евреев в русской истории, в мире, но они не могут быть сразу поставлены мне законы, они должны задаваться, в конце концов, я написал притом семитский логос, огромный, там нет никаких таких, ну, такой упрощенных, ни прославлений, ни обвинений, ни криминализации, ни такой без тотального, скажем, тотальной апологии, ничего нет, есть взвешенный анализ, но, однако, на самом деле, мне кажется, что совершенно справедливо дать возможность какому-то, скажем, попытке осмысления разобраться в роли этого народа, ведь это тоже бытие, бытие евреев, это еще, может быть, более загадочное, более таинственное, чем бытие русским, и это, ну, не обязательно должно быть сразу, о, это все, это предел, все снимают, я понимаю, что это трагедия, ну, и у русских была трагедия, посмотрите, у каждого народа есть свои трагедии, надо уважать эти трагедии, русского народа, но нельзя за счет этой трагедии сразу говорить, что никакой критики не может быть, и на самом деле, отношение подчас сионистов к палестинцам, к местному населению, оно просто мне напоминает самые худшие примеры там, элитарных обществ, я при этом не хочу на эту тему, мне совершенно, правда говоря, честно говоря, не интересно, все, что я хотел, я сказал в этом огромном томе про семитскую традицию, там столько парадоксов, столько уровней, столько разных вещей, конечно, на мой взгляд, это очень упрощенное представление, покаяться, креститься, не креститься, все они, все настолько сложнее вообще и в евреях, и в русских, в русско-еврейских отношениях, сам Солженицын попытался там что-то в этом разобраться, но не думаю, что он как-то разобрался, честно говоря, его осуждение или его такое взятие на щит, проклятие в адресеевре, или их безусловной, тотальной, юдофильской апологии, все это мне представляется наивными позициями, не то, что криминально, просто наивные, они ни о чем не приезжают нас к истине, к бытию, в этом отношении, конечно, я сегодня совершенно за этим вообще не согласен, при этом то, как поступили с этим, ну, как-то действительно уродливым проявлением постсоветского консерватизма тогда, и как продолжается все, его загнали опять туда, где он был, вот уже в 90-е годы, и до сих пор русский национализм, я сам не националист, я евразийец, это я тоже, это отдельно, но он пребывает в таком, каком-то ущербном, жутком состоянии, благодаря тому, что с ним никто всерьез не говорил, то есть вот этот вопрос стоит обсуждать претензии, или вопросы, или выкрики, или какие-то там введения, если они не призывают к насилию, к физическому там, к физическим репрессиям, надо выслушать, что вы считаете, надо на телевидении показать одни, другие, ну, как-то облагородить это, и может быть, у людей просто через знакомство с более глубокими аспектами культуры, традиций, идентичности народа, религии, самых разнообразных вот пересечений, сходства, различий, и различий тоже, не только сходств, может быть, изменится эта точка зрения, поэтому я считаю, что этот, мне вот подобного рода дефиниции конца 80-х годов, я их прекрасно понимаю, потому что нам говорили, что никаких, ни евреев нет, ни русских нет, ни религии нет, ни богов нет, а есть вот социализм и коммунизм, и вдруг люди чувствуют, что этого недостаточно, они ищут какие-то злых сил, как объяснить одно, другое, и приходят к каким-то упрощенным теориям заговора и, скажем, выводам, эти выводы наивные, звучат они подчас по-идиотски, иногда даже не очень прилично, на самом деле, хорошо, но сколько, смотрите, как теория заговора сегодня оперуют либералы, глобалисты, которые ищут везде, там, красно-коричневых, или в Америке ищут следа Путина, который привел к власти Трампа, это свойство людям, свойство людям давать упрощенные ответы на сложные, комплексные вопросы, то есть я категорически не согласен с таким, с редукцией ответов, с редукцией сложнейших тем, например, прекрасно, это я вот с начала 90-х годов популяризирую двух авторов, двух, кстати, евреевских авторов, которые прекрасно объясняют эту тематику отношения с разных сторон, с противоположных сторон русских и евреев, это Агурского, национал-большевизм, или Цердром, его книга, блестящая, о роли евреев национал-большевизм, что именно евреи в России создали национал-большевизм, то есть попытки совместить русскую идентичность с советской идентичностью, грандиозный труд Михаила Агурского и Эткинда, Александра Эткинда, Хлыст, это либеральная пародия на наш серебряный эффект, но там так интересно тоже показано, с такой неожиданной стороны показана русская интеллигенция, вот это переплетение, диалог, кровь, раскол сознания самого Блока, например, который сочетает в себе, кстати, от отца доставшийся антисемитизм и вот эту чисто русскую, просто патологическую русскость, антисемитизм и еврейскую кровь, на самом деле, и такого, из таких парадоксов создано вообще все, на самом деле, Троцкий, который увлекается национал-большевизм, у нас обычно национал-большевизм это Сталин, так вот, Агурский показывает, что Троцкий это национал-большевизм, и все не так однозначно, поэтому обогащение этой проблематики, незамалчивание и не демонизация, причем каждый может пересмотреть, развить свою позицию, если 30, если 40 лет назад я был в обществе память, которая еще при Советском Союзе стремилась расширить свое представление там за пределы советского, неудачно, я думаю, как бы достаточно поспешно, я от этого совершенно не отказываюсь, и честно говоря, я не вижу в этом ничего криминального, во-первых, люди могут менять свои позиции, развивать свои позиции, или в чем-то даже сохранять их, то есть, то, что вы сказали в этой форме, я категорически с этим не согласен просто, но это объяснимо, это понятно, если мы посмотрим, где и когда и кто это говорил. Спасибо огромное, Александр. Спасибо. Третья попытка связаться с Калифорнией, Костя, привет. Доброе утро, добрый вечер, Александр Ильич, приветствую вас из Калифорнии, хотел просто быстро сказать, что у нас есть общие знакомые, а именно журналистка из Канады Лорен Саузерн и из Калифорнии Британи Петти Боуэн, очень понравилось ваше интервью с ними в Москве, а вопрос у меня такой, как вы относитесь к тому, что Ричард Спенсер называет себя белым сионистом, белым герцелем, и вам не кажется, что именно ситуация, в которой себя находят белые люди в Америке и в Канаде, она чем-то напоминает сейчас русских людей в Российской Федерации. Вы знаете, вот для меня понятие белые вот скорее вносят, честно говоря, ну вот негативный оттенок просто, хотя я тоже не хотел бы выступать ни с каких позиций, я считаю, но вот определение белой, оно какое-то очень замарано, оно замарано, я ненавижу модерн, честно говоря, вот, но модерн, это создали белые европейские люди, я ненавижу колониализм, но колониализм создан белой людьми, я ненавижу культурный расизм, но это дело рук белых. Поэтому, на самом деле, сегодня белые оказались и в меньшинстве, и в положении в каком-то смысле гонимых, все за белые, за то, что белый человек, белые ему надо за это извиняться, особенно на Западе, я понимаю, что это тоже перекос, это тоже какой-то экстрим какой-то, на самом деле, но отвечать на все, что мы белые, мы всегда были правы, там, но реморс, вот это мне как-то совсем, честно говоря, не близко абсолютно, даже если сейчас ситуация перекрашивается в другой, антибелый расизм, скажем, да, я это вижу, этот антибелый расизм в Европе, в Америке, он вызывает, как любой расизм, так же, как и белый расизм, кстати, антибелый расизм, что белый расизм, что антибелый расизм, мне он просто во всех смыслах оправдителен, потому что, с моей точки зрения, вот это мое глубочайшее убеждение, во-первых, культуры разные, это вот точно, разные не значат одни лучше, другие хуже, это второе, соответственно, но белые, вот это мне вообще ничего не говорит, просто, вот ничего вообще просто не говорит, кроме каких-то настолько, ну, на мой взгляд, настолько неприятных коннотаций, белые, это последние, последние, вот, последние 500 лет, это как раз проходило под знаком белых, до этого, и в Риме, и в христианстве, и в любимой античности, и в эллинистический период, понятие индоевропейский или белый, да, индоевропейская работа очень мощная, архетипов и так далее, но белая ли она была, или она была, это платоническая индоевропейская модель, например, сирийцами принималась бы, или семитским народом, это уже было совершенно все равно, абсолютно, никто в эллинизме таких различий не проводил, еще белыми, вот, индоевропейские, если брать по культуре, являются индусы и иранцы, просто белейшими такими, но вот эти восточные индоевропейцы, у них гораздо больше симпатий, чем западные индоевропейские культуры, но, конечно, неприятно, когда белые оказались в положении тех, с кем они обращались раньше, как с людьми второго сорта, потому что неприятно быть человеком второго сорта ни в гитлеровской Германии, ни в палестинцах, в Израиле, ни, скажем, нигде, ни в одной стране неприятно быть человеком второго сорта и считать, что его культура, тем более по такому формальному признаку, как цвет кожи, она является ниже другой, соответственно, вот в этом отношении у меня действительно есть глубокое, у меня есть глубокое отношение к расизму, к белому, антибелому и так далее, но при этом, вот обратите внимание, если приравнивать вот белых культурно к индоевропейской культуре, вот это совершенно другое дело, но это открытая вещь, к этой культуре может принять любому, абсолютно любому, независимо формально от цвета кожи, индоевропейская система, и вот Индия в данном случае может нам служить примером, посмотрите, кто они, белые, не белые, это индоевропейская культура, индоевропейский язык и разные версии индоевропейских языков в Индии, которые совершенно открыты для населения любого цвета просто, и это индоевропейская культура, вот это белые, Вот такие европейские белые, которые просто продолжают, например, ведическую традицию сохраняя или иранскую традицию, пусть даже сквозь ислам, вот это настоящие белые. Но современные американцы, простите, или там канадцы, но на самом деле тут же, где же классические корни, где римско-греческое наследие, где средневековье и чем кичится, что белые, ну и что белые, там колониальной торговли, капитализма. Белые – это капитализм, белые – это материализм, белые – это современная абсолютно антидуховная наука, белые – это атеизм и секулярность, белые – это богоубийство. Ну, в конечном итоге, потому что богоубийство – это грех, который существовали люди белые нового времени. И нас заставили вот в этой обездуховленной цивилизации жить все остальные народы. Ну, это просто crime of crime. То есть вот это на самом деле совершенно непристойные вещи. И, конечно, белых жалко, если они их отстреливают или их третируют как людей второго сорта. Их жалко, но один момент. Возвращайтесь к корням. Вот если вы знаете латынь греческий, если вы можете греческий язык, если вы понимаете Платона и Эсхила, если вы знаете Средневековье, если для вас близки и глубинно понятны христианские, православные и католические ценности, вы белые. Хорошо, такие белые. Ну, где их таких белых? В основном выходят какие-то совершенно абсолютные клоуны, говорят, мы там белая раса. Смотрели бы на себя в зеркало. Ну, таких вот уродцев совершенно защищать не хочется. Хотя, кем бы они ни были, антирасизм и политкорректность, и либерализм – это тоже форма расизма. Такой либеральный антирасизм, который есть. Соответственно, в данном случае я считаю, что надо двигаться к корням. То есть, и действительно, не то, что каяться надо за то, что мы белые, или кто-то там еврей, или русские, на самом деле, или американские. Нет. Надо понять себя. Вот надо понять свою идентичность. Надо понять, что значит быть индоевропейцем. Ведь американцы, кем они же кто-то являются, американцы, они выходцы либо из Европы, значит, у них европейские корни, либо из латинской Европы, или из германской Европы, из кельской Европы, из русской, славянской, восточноевропейской, из еврейской Европы. Эти корни, они в Америке тоже могут что-то значить. Гораздо больше, чем цвет кожи. А вот цвет кожи, на самом деле, он, ну, совершенный такой индекс, на мой взгляд, не состоятельный. Тем более, например, вот афроамериканцы, вспомните, когда афроамериканцы, черные, создали свое государство в Африке, Либиево. Они вели себя как белые по отношению к месту. Вот, пожалуйста, они стали белыми. А афроамериканцы – это белые, в худшем смысле этого слова, значительно степени и жертвы этой белизны англосаксонской одновременно, когда они сталкиваются с носителем настоящих культур, потому что именно Африка является родиной и матрицей настоящих африканских культур. Когда они сталкиваются с афроамериканцами, они видят в них совершенно каких-то белых работорговцев, колонизаторов, капиталистов, эксплуататоров. Это, например, Либерия – самой чудовищной страны Африки. Это колония, которую хотели сделать свободной и построили самое омерзительное в Африке общество. Это хуже, чем любая колонизация, что там творилось, когда афроамериканцы, приехав туда на родину, вернувшись, как они способствовали работорговле, эксплуатации местного средства. Поэтому на самом деле для меня это все гораздо сложнее. Вот, например, Обама мне глубоко отвратительно именно потому, что он белый, потому что вот он представитель, у него нет ничего ни черного, ни исламского, то есть ничего от тех культур, которые могли бы возразить такому либеральному империализму, англосаксонскому, англоамериканскому, протестантскому, либеральному, капиталистическому, могли бы что-то противопоставить. Конечно, все думали, что он черный, а он оказался белым. И это катастрофа, в этом катастрофа. Обамы, например, глобалисты, что под видом их стремления реабилитировать другие народы скрывается тот же самый культурный англосаксонский западный расизм, с которым надо бороться. Вот этот расизм, он действительно культурный, он не биологический, он не цвета кожи. И вот здесь вот этот так называемый темный Обама для меня худший образец белого человека. То белое, что я вообще терпеть не могу в белых, это то, что есть в Обаме. Александр, спасибо. Костя. Скажите, а сионизм тоже часть вот этой белой культуры, часть Израиля, Родезия, это тоже классные примеры белого колониализма? Ну, вы знаете, тут я считаю, что, что касается сионизма, у него есть несколько источников. Вот, с одной стороны, кстати, есть иудейский фундаментализм, не только у Натарей-Картана. Вообще, вот, у Херидин есть представление о том, что создание государства Израиля нарушает три главные талмудические заповеди. Не ускорять конец света, не собираться коллективно на землю обетованную до прихода Мшиаха и не осуществлять заговор против других народов. Это талмуд, который говорит вначале Мшиах, а потом возвращение на землю обетованную. Естественно, здесь эти пропорции были переставлены к классическим сионизмом Герцлях и было сказано, вначале вернемся на землю обетованную, а потом придет Мшиах. То есть здесь, на самом деле, подменяется человеческая воля, пусть и героическая, националистическая. Кстати, вот это скопировано с западноевропейского национализма, именно с секулярного. Ничего религиозного в этом нет. Но поскольку сильное религиозное сознание у евреев, были просто переставлены. Вначале мы соберемся, а потом Мшиах придет. Так вот, проницательные, на мой взгляд, проницательные талмудисты и фундаменталисты, еврейские и иудейские, они говорят, вот смотрите, что мы делаем. Это и есть сатанизм. Уже евреи в своей истории сталкивались с подобным, с подобного рода представлением того, что с причиной следствия. Это было при Сабота и Цеве, о котором Шолин написал великолепную работу. Это было при Лейбе Франке, при франкизме. То же самое, на самом деле, попытка искусственным образом, путем, на самом деле, преодоления, принесения в жертву иудейской глубинной идентичности, поставить эти светские секулярные ценности, по принципу именно европейского, белого, российского империализма или национализма, поставить высшие религиозные традиции. Как это объединить? Конечно, сионизм очень сложное явление. Есть и религиозные модели. Кто-то попытался сочетать этот национализм, секулярный, белый, именно современный, модернистский, третьей политической теории. Такой просто форма фашизма определенного, как бы национализма европейского применить к Израилю. Ну, конечно, есть и религиозные измерения, есть сионизм, такой мистический сионизм Шолема или Бубера. Но именно среди таких религиозных сионистов часто вопрос о том, о легитимости самого еврейского национализма ставится. И здесь вопрос, конечно, еврейский народ совершенно тоже особый, еще, может быть, больше особый, чем все остальные. И поэтому со стороны, может быть, неправомощно вмешиваться и давать советы, потому что сами евреи должны как бы решать. Но видя типологию политических идеологий, совершенно очевидно замечаешь, даже при, может быть, неглубоком знакомстве с элдарийской культурой, замечаешь противоречие между светско-западным, модернистским, националистическим измерением Израиля и прямо противоположной логикой культуры иудейского ожидания. Вот это очень важный термин – культура ожидания. И если трудно ждать 2000 лет, ну, нам всего, русским, мы помним всегда тысячелетие, мы не можем представить себе, как 2000 лет находиться в изгнании. Вот у нас есть изгнание 20 века русские, так мы все потерялись там, оттуда никто не вернулся, оттуда же люди без души, без сердца приезжают в Запад, в третьем поколении. А вот представь себе, 2000 лет в изгнании, я не могу, я вообще считаю, что это нечто удивительное. И, конечно, на этом фоне там русские, которые за три поколения могут потерять свою русскость почти безвозвратно, о чем-то говорить с евреями, которые 2000 лет ее не утрачивают, несмотря на все, конечно, это немножко наивно. Поэтому я осознаю некоторое такое дерзость. Я это ничего не хочу сказать. Я просто говорю о типологии, что типология культуры ожидания, особенно великого ожидания, и взять это все в конце, вот на приходе, буквально за мгновение, взять и все переставить, сказать, ладно, не будем ждать, вот так тяжело, так трудно, лучше сами возьмемся. Но вот эта идея взять на себя миссию того, кого мы ждем, в этом есть, на мой взгляд, такой глубочайший анти-антиудоизм сионистского проекта, глубочайший, если не антисимитизм, конечно, не совсем так, но именно антиеврейский подход. Не дождаться и решить, что так долго ждали, что теперь, и ждать не надо, сами все сделаем. Но вот в этом и есть тот титанический элемент европейского модерна, того белого национализма, империализма, колониализма, который, мне кажется, отвратителен. Просто он отвратительен во всех формах, кстати, он отвратительен в русской истории, потому что когда мы встали на этот же путь, мы стали делать вещи, за которые мне просто неприятно, даже не хочется говорить, в истории, потому что национализм – это всегда плохо, и в случае всех, и в случае русских, и в случае это всегда, такое упрощение, искажение, извращение и примитивизация глубочайшей и сложнейшей проблемы идентичности, и вот этого Зайнцгев-Шейхеля Хайдегера, что просто всегда проявляет в собой карикатура. И карикатура это придумали не евреи, не русские, это придумали люди Западной Европы в эпоху нового. Спасибо, Александр. Костя, Денис, Костя. Ну, значит, тут много вопросов, не знаю, если есть время, особенно вот про черную тетрадку Хайдегера, ну, наверное, это сложная тема сейчас. Я просто скажу последнее, вот, что у меня есть, что много теорий насчет политических теорий, но на практике ли сегодня вот такие люди, как Бриттани Петти, Лоуэнс Аузерн, и Ричард Пентер, и даже вот люди, как мы, если мы выходим в какой-то повестке политической на улицу в Канаде или в Америке, очень большой шанс, что на нас могут напасть антифашисты, антифа, и им совершенно не важно, кто мы, атеисты, язычники, сионисты, антисионисты, они просто нападают на всех тех людей, которые против культурного маршизма. И вот это очень интересный вопрос, что вот если на сегодняшний день вы не за культурный маршизм в Канаде и в Америке, то это огромная проблема, вплоть до того, что на вас могут напасть бандиты в масках, и это не национал-большевики Лимонова, а именно антифашисты, анастик-коммунисты. Спасибо. Интересно, дело в том, что вот если мы посмотрим, какова структура современного либерализма или глобализма, мы увидим просто тот же самый западный расизм, только сегодня он называется расизм, потому что либералы говорят, мы являемся носителями универсальных ценностей, мы пришли к тому, что третья политическая теория, фашизм или вторая политическая теория, коммунизм, они являются тоталитарными. Соответственно, всякий, кто не есть либерал, есть либо фашист, либо коммунист. Поэтому всякий, кто не либерал, должен быть уничтожен, лишен в правах, ему нельзя давать там распространять его книги. И вот это поразительно, что это же и есть расизм, это и есть тоталитаризм. То есть вот антифашизм, он более фашистский сегодня, чем современный такой вот определенный фашист. Фашисты только о них и слышат, что их побили, что их никуда-то не пустили. Они становятся как цыгане или евреи просто. Люди, которые защищают, скажем, я не сторонник, третьего пути. Мне национализм и расизм категорически непременно. Но вот интересно, что сегодня не они являются главными носителями расизма, а либералы и антифа, которые любое несогласие со своей довольно узкой идеологией, когда я обратил внимание, очень узкой, и она чем дальше, тем нормы политкоррекции, политко-политической корректности становятся все более и более узкими. И всякий, кто не согласен с ними, подвергается фактически апартеиду. То есть сегодня либерализм и глобализм фактически становятся идеологией такого нового расистского апартеида, за которое страдают, ну, сегодня больше еще страдает, прежде всего, третья политическая теорика, о которой вы перечислили. Но на самом деле культурный марксисты тоже в какой-то мере все больше и больше их приравнивают. Советский период уже приравняли в Евросоюзе гитлеровскому режиму. Постепенно и представители второй, марксистской теории, коммунистической теории, они тоже будут испытывать те же самые, как бы представители религии. Это тоже они будут обвинены в том, что они представители какой-то тоталитарной российской идеологии, христианства, например, и так далее. Фактически, это сама логика либерализма, и вот приводит к тому, что всякий нелиберал объявляется по логике Карла Хоппера, Джорджа Сороса врагом открытого общества, и дальше с ним начинают действовать приблизительно так же, только в новых условиях, по той же логике, как действовали при коммунистах с врагами народа или при национальном социализме с евреями. Только сегодня в роли евреев выступают представители такого там олдрайта, например. Они, вот смотрите, Янополос, милая Янополос, вот типичный пример. Это такой остроумный человек, который занимается таким идеологическим троллингом. Он говорит, я еврей и гомосексуализм, но я не либерал. Все. Ему говорят, вы не еврей, а вы нацист, вы не гомосексуалист, а вы сторонник патриархата. И дальше вот фактически его, ну как бы сказать, его гражданские права, а привлекрованный класс такой в либерализме является именно либералы, его гражданские права и его возможность выступать, несмотря на то, что он занимается таким просто троллингом определенным образом, оно превращается в его денджерс. Я уже не говорю про Алекса Джонса с его там миллионной аудиторией. То есть пусть этот человек говорит все, что хочет. Он говорит очень много здравых, еще очень много не здравых, абсолютно. Ну и ради бога. Но та цензура, кстати, вот по поводу цензуры, вы говорите, что в Америке нельзя выйти. Вы, наверное, в курсе, что мои книги запрещены в Амазоне, в Эссо, запрещены для распространения. И когда мои друзья в Италии, они и так распространяются, в Америке печатаются, распространяются, читаются, я не могу жаловаться на большое количество читательской аудитории. Но вот интересно, когда вам Азот спрашивают, почему они не распространяют книги Дугина? Они отвечают, потому что книги Дугинов это честник фашизма и расизма. Надо почитать вот даже там 20 или 15 книг, которые вы на английском языке вышли, чтобы убедиться, что они строчные есть прямо противоположные. Ну, хорошо, допустим, вот представим себе, что они фашистские. Тогда, соответственно, я обращаюсь к своему знакомому итальянскому издателю, который занимается печатью фашистской литературы, нацистской и расистской. Вот уж, вот без всяких названий. Я спрашиваю, а твои-то книги Энса, как они распространяются на Амазоне? Он говорит, абсолютно все, никаких проблем. То есть это уже чистый тоталитаризм. То есть если не фашиста обвиняют в фашизме на этом основании, не дают возможности распространять книги, то есть не просто в библиотеках или на конференциях, а почтовый сервис Амазон становится источником цензуры. Цензуры. То есть почтальон цензурирует то, что вы получите, товары. То есть этот пылесос почтальон вам не доставит, потому что считается фашистским пылесосом. Это там вилки, они тоже считаются там на них, возможно, обнаружить какой-нибудь признак, какую-нибудь руну и вам тоже не доставят эти там значки. И, соответственно, с одной стороны, почта Амазон становится институтом идеологической цензуры, а потом цензурируют они не в соответствии с той формальной логикой. Вот фашизм не будем распространять. Да нет, фашистская литература, российская литература как раз распространяется. А литература, которая подрывает эпистемологические основы либерализма, которая открывает новые горизонты за пределом этой узкой тоталитарной идеологии политкорректности, вот это подвергается настоящим идеологическим репрессиям. Вот это, мне кажется, это совершенно не американская черта. Вы знаете, вот это не по-американски. Потому что американский прагматист, я тоже посвятил Тому своей работы на Амахе Америки, это делай, что хочешь. Никто не имеет права осудить ни твои взгляды, ни твои отношения с объектом, если это не нарушает права и свобод других людей. И вот это внутреннее представление об отсутствии предписаний и субъекту, и объекту, в этом смысл всеамериканской ментальности, традиции, демократии, от мистической в духе Эмерсона или таких классических до Пирса или до Джеймса с его многообразием религиозного опыта и до американской демократии. То есть делай, что хочешь. Если ты фашист, антисемит, расист, но это никак не сказывается в твоих действиях, в твоих действиях, ты можешь стать инопланетанином Элосом Пресли, гномом, спасителем мира, можешь организовать динаминацию, церковь каких-нибудь кого угодно, дискордией. И это твое личное дело просто, пока ты не вредишь другим. Соответственно, сейчас это основа, колонна американской культуры. Не могу сказать, что она особенно симпатичная, но это такая занятная. Она на нашу совсем не похожа, на европейскую тоже не похожа, на исламскую, ну это американская культура. Но эта колонна о том, что думай, как хочешь, только не воплощай это в анти, направлено на других действиях. Соответственно, и дальше все просто, это никого не касается, тем более это не касается почты. Вот когда почта начинает касаться, то, что она распространяет, это настолько антиамериканский сигнал, просто антиамериканский сигнал, что что-то не так с Америкой, где, дорогие аберрикации, где же вы сами? Я не говорю, что вы должны нашу традицию русскую копировку, вашу традицию куда вы утращиваете? Вы превратились в какую-то, вы очень, понимаете, Россию 1937 года, понимаете, сталинизм, понимаете, нацистскую Германию, даже именно даже сталинизм, когда людей судят и осуждают за то, что они даже не говорили, не писали, просто потому, что они не угодили какому-то к части вот этой глобальной Бессосу, какому-то владельцу Амазона. Это уже перебор просто, просто перебор. На моем примере можно увидеть, как, действительно, как, знаете, недавно видел интересную рекламу в Фейсбуке, там написано, майка такая, на ней написано «Let's make Orwell fiction again». То есть, вот это, мне кажется, очень своевременный призыв. «Let's make Orwell fiction again», потому что то, что происходит сейчас с классическими нормами, либеральная демократия, я бы сказал, я совершенно не сторонник этой либеральной демократии, но наблюдая за ее вырождением в откровенный российский тоталитаризм, жертвой которой сегодня становится там, Олд Рай, да любой не согласный, Мил Яна Полус, Алекс Джонс, представитель любого экзотического культа, в Америке они процветали именно потому, что было всем глубоко наплевать. Если «It works» для тебя, я хорошо тебя успокаиваю, тебя, как бы, ты можешь считать себя чем угодно, гномом, Дед Морозом, с Санта-Клаусом, елкой можешь считать, можешь считать трансгендером, кем хочешь просто, это никого не волнует, но когда тебя заставляют быть елкой или трансгендером, когда тебе не дают возможности быть там мужчиной или каким-то там, с кем просто, с кем ты скотчешь, и тем и являешься. Вот тут вот уже возникает очень большой вопрос к перерождению самого американского духа, the crisis of American mind, the decline of American mind. Спасибо. Спасибо большое, я хочу напомнить у нас на связи философ, политолог Александр Дудин, 604-295-9616, телефон студии прямого эфира. Александр Гильевич, а я хотел спросить, вы большой специалист как раз в области конспирологии, собственно говоря, о чем мы хотели поговорить, это о теории заговоров, да, вот, и, ну, опять же, как-то месяц назад в эфире мы об этом много говорили, но на уровне таком дилетантском совершенно, поэтому может быть то, что я спрошу, это будет звучать несколько по-дилетантски, я сразу прошу прощения. Существует ли вообще вот это самое мировое закулисье, на ваш взгляд, и из чего оно состоит, что это какие-то компании трансатлантические, или это какие-то живые люди, вообще существует ли это самое, вот, вот это самое теория заговора, как вы считаете? Теория заговора, безусловно, существует, потому что она есть, есть миллионы людей, которые в нее верят. Знаете, здесь есть очень важное социологическое замечание. Дело в том, что, в отличие, например, от позитивной науки, или физики, или химии, в обществе, с точки зрения социологии, существует то, во что люди верят. Вот это называется социальным фактом. То есть, есть факт физический, а есть факт социальный. И вот социальный факт, это базовая основа, это первый урок в первом курсе социологического факультета, социальным фактом является то, во что люди верят. Потому что, если люди во что-то верят, то это есть в их сознании. Если это есть в их сознании, значит, они относятся к миру, друг к другу, сами к себе, к институтам, к процессам, в их интерпретации, во влиянии на них, так, как если бы это было. И нету никаких способов, абсолютно, кроме утверждения другого социального факта, вера во что-то другое, разубедить или подкрепить их в этом. Это есть свойство общества. Поэтому, на самом деле, с таким же успехом, существует загород, можно сказать, существует ли власть, существует ли свобода, существует ли демократия, существует ли закон, существует ли преступление, существует ли организованная преступность, существует ли нищета, существует ли богатство, вот любой социальный, существуют ли классы, существует ли там андроклассы, или там нищие, вот любое, любое, что мы верим, что мы, парламент существует, нет там, сенат, все это объекты социальных верований. Концепарология является таким, я бы сказал, можно сказать, гетеродоксальным, или этической сферой, то есть, так как существует, если есть ортодоксия, должна быть ересь, если нет ересь, все ортодоксия, тогда нет никакой ортодоксии, поэтому, на самом деле, есть принятые социальные мифы, мифы демократии, например, капитализма, или праведство свобод в социализме, это тоже миф, такой же, это тоже социальный миф, и социальный факт, одновременно, и также существует эта сфера такой социологической гересиологии, или гетеродоксии, в которую блестяще вот вписывается теория заговора. Итак, люди верят в заговор, значит, он есть. Просто все. Вот если люди верят, значит, он есть. Теперь, в своей книге «Концепарология» я как раз пришел к выводу, что на самом деле есть не один заговор какой-то каких-то одних плохих людей, а наше представление о мире вкладывает в образ злодеев, или вот этих за кулиси, как вы говорите, вкладывает все то, чего он боится, все то, как он интерпретирует человечество или там общество, мировую историю, понятые или непонятые механизмы этой истории. Потому что можно сказать, что марксизм – это теория заговора, или, например, теория прибавочной стоимости, которой, попробуя ее определить, это некий мифологический концепт, который, и сам факт, любой либерал тоже на первом курсе объяснит, почему теория прибавочной стоимости несостоятельна, потому что с либеральной точки зрения этого просто явления нет. И если марксисты верят в него как некую хитрость, да, Шенеганов, комодит, и вот эта вся сложная марксистская диалектика, или там теория абсолюта Гегеля, абсолютного духа, это тоже теория заговора. То есть в широком смысле теория заговора может быть все, что угодно. В более узком это представление о потестах индиректа Карла Шмидта, Карл Шмидт делил все на потестах директа и потестах индиректа. Ну, совершенно глупо отрицать, что в обществе кроме потеста директа есть потестах индиректа. Есть совершенно четкое представление об эпистемологии, или это Фуко, его теория Фуко показывает, что прежде чем власть приходит как институт, аппарат, и нечто, что дает себя физико-материальным таком механическом измерении нам, вот с чем мы сталкиваемся, до этого она приходит в сфере сознания, то есть кто-то меняет наше представление. Кто, говорит Фуко, это тоже вопрос. На самом деле очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот эти институты или процессы тонких изменений в обществе или даже в культуре, в цивилизации, в идеологии, в мировоззрении, вот они совсем не лежат в области досягаемости для нас. Мы не можем это верифицировать, они не связаны с выбором. Мы выбираем тем, кто нам кажется лучше, оказывается, что тот, кто мы думали, что лучше, оказался не таким, а потом попал под влияние каких-то идей, которые мы ему не говорили, не упал на матч или убезти. Вдруг он сам начинает нам спускать сверху, будучи избранным для нас какие-то установки, откуда он их берет, тоже непонятно, не из жизни, откуда они появляются. И все это вот из этих неопределенностей, из этих приблизительных, аппроксимативных представлений апотеста с индеректа непрямой власти складывается панорама теории заговора, в которую мы воплощаем наше воображение, наши страхи, наши психические какие-то ожидания или стрессы, часть психоанализа участвует в этом, в злодействии, это тень Юнга, например, потому что теневое правительство глобальное, но одновременно существуют институты, которые считают себя источниками по тесту с индеректа, просто откровенно. Если мы почитаем декларации Сейфар, который существующий социальный институт, мы видим, мы хотим влиять на американскую культуру, на мир. Неоконцы, Project for New American Century, также позиционируют себя. Для них резервировано место для такого рода институтов в общественном сознании, в сфере газопарологии, но они с радостью и с удовольствием занимают это место, как место дипстейта, потому что вначале дипстейт возник как теория заговора, чем этот турецкий термин Дерин Девлетт, потом его взяли широко распространили, а потом уже можно встретить с людьми, которые начинают идентифицировать себя с дипстейт. То есть существует масонерия, это реальный институт. Как оно влияет на мировую цивилизацию от того, что никак от первого движения, как полностью влияет и все подконтролирует, между ними существует такое количество градиентов на самом-то деле, просто никак, от зеро. Или еще представление о том, что масонов не существует. Это вот представление, это один из самых негилистических мифов. Масоны есть, но каково их влияние? А вот здесь, поскольку это общество тайное, заведомо, как и спецслужба, если бы мы знали, что делает реальная спецслужба, они не были бы секрет сервис. Если бы они станут прозрачными, транспарентными, они будут называться по-другому, транспарент сервис. Если они будут называться не секрет социей, а open society, значит, тогда мы имеем шанс увидеть то, что в них происходит. Но если есть секретные службы или секретные организации, заведомо мы не знаем, что гадаем, придумываем, составляем каким-то утечкам в своем представлении. Какое это представление? Вот то, что это все ерунда, и они ни на что не влияют, вплоть до того, что не существует ни КГБ, ни ЦРУ. Вот видите, как если обратный термин. Вот, например, КГБ все решает, масоны правят миром, там глобалисты все определяют. Это тезис крайней теории заговора. Это такая 100%, 100%. А с другой стороны, их не существует ни того, ни другого. Там, можно сказать, Трамп не существует, Американ не существует. Это такой некий конспорологический нигилизм. Мы используем журналистам в сознании в таком оба термина. То плохие люди, Путин вот все контролирует, если он плохой, на самом деле. А наше влияние в решательство равно нулю там России. Или наоборот, американское влияние на Россию равно нулю. Это американская точка зрения. У нас в России, что принято сейчас, что мы на Американ, мы на Запад не влияем, сидим заниматься своими внутренними проблемами, а вот Запад на нас. Он пронизал нас спящими. Он нас контролирует. У нас одни либералы, шестая и пятая колонны и одни такие тайные враги. Вот это как бы... И вот это одна и та же теория заговора в Америке. Наша позиция теории заговора считается fake news. Мы считаем американскую теорию fake news. А все определяется только положением нас в обществе. То есть теория заговора в этом отношении должна стать точно так же, как и этническая идентичность, точно так же, как разные крайние явления, разные формы и ортодоксии социальной, и социологической, и гетеродоксии должны стать объектами изучения. Поэтому мне очень нравится от моих французских коллег инициатива политика и армитика, когда социологи изучают в Сарбоне научно разные теории заговора. Я несколько раз принимал участие в заседаниях. Крайне интересно. И оказывается, что, например, в ответ на несуществующий заговор люди создают структуру лишь для того, чтобы с ним бороться, которая уже вполне существует. Сапиньер, например, во Франции консервативные католики создали тайное общество для борьбы с несуществующими паладистами. И в этом отношении переплетение между существующим и несуществующим гораздо более сложно. И здесь, конечно, на мой взгляд, это огромная интереснейшая тема, но очень важно, то есть те, кто не верят, верят в то, что враг противник пользует теории заговора или фейк-ньюс, сам оперирует той же самой теорией заговора. Только вот, посмотрите, в американском обществе как только там русских называют или консерваторов сторонниками заговора, луни, лунатик, фриндж, но как только дело доходит до необходимости объяснить просто своему народу, почему необходимо повышать военный бюджет для войны с Россией, сразу же, что Путин, потому что вмешивался, медлинг, потом доказывает, что никакого медлинга не было, это тоже заговор, Путин подкупил больший суд американский, то есть логика одна и та же, поэтому нет таких, знаете, просвещенных, компетентных, профессиональных аналитиков, журналистов или политологов, которые свободны от этих предрассудков и, мол, темные люди верят в заговоры, а с другой стороны все не так, потому что заговоры это удобный способ социального мира, кстати, Лев Штраус четко объяснил, что при всей рациональности политических лет демократических обществ, сама масса в демократических обществах остается очень архаичными, и теория заговора просто нужна для того, чтобы быстро за 15 минут объяснить. Я так в свое время поступил с геополитикой. Вначале написал «Великую войну континента», чистый миф, такой миф о евразийцах, атлантистах, очень кратко, емко, и эта статья, это такая небольшая брошюра, до сих пор работает больше, чем все мои научные труды с тысячами ссылок, с подробным выяснением деталей, просто люди верят в упрощенные редукционные мифологические модели. В этом отношении конспирология должна быть признана просто дисциплиной определенной и теоретической для изучения этих структур, и практически, потому что, в принципе, она и так используется всеми, она используется как сторонниками теории ЗАГО, открытыми, которые на диспансионалистских сайтах или форумах просижируют или еще анти-антибасонских, точно так же она используется современной либеральной журналистикой, которая везде ведет руку Путина, мозги Путина, и вот меня называют брейнов Путина, распутинцев. Путин типичный конспирологический прием абсолютно. Вот я в этом смысле представляю живое представление о теории ЗАГОВРа, только ЗАГОВРа Евразийского ЗАГОВРа, Путинского ЗАГОВРа, плохих ребят для глобалистов. Но по большому счету мне надо выяснять так это или не так, и я уже в последнее время стал соглашаться, я просто пропускаю мимо ушей вопрос обвинений или оскорблений, я говорю, да, ну так считайте, наверное, это тоже социологический факт, поэтому я дендерус, дендерус, брейн, путин с брейн, раз Путин, раз Путин, вы дип-стейт русский, да, дип-стейт, вы вмешивались в выборы, в принципе, да, вмешивался и буду вмешиваться, сейчас попробуем сорвать импичмент Трампа, провести его на второй срок, потому что говорят, что это не так, все равно не слышат или вырежут, все равно теория заговора rules, я думаю, conspiracy theory rules on every side, not only on the lathe friendship of the society. Александр, минутку, можно мне сказать, я пытаюсь ставить слово, мне плохо получается. Александр, у нас было очень много телефонных звонков, но мы не взяли ни один, потому что мы не хотели вас перебивать. Костя, ты еще на линии, нет? Да. У нас осталось, можно я закончу, у нас осталось 8 минут, и я не знаю, как поступить, или ты, Костя, вопрос задавай, или слушать, или может быть зададут 1-2, если Александр, конечно, не возражает. Так что, давайте решим. Костя, у тебя есть вопрос? Я просто хочу сказать, интересно, про то, что логос Америки, вот действительно получается, что whatever works, то есть то, что работает, то и именно направление Запада Америки, ну не знаю, вот интересно, есть ли у Канады свой логос, который отдельный от Америки, ну не знаю, если есть время на это, может быть, лучше дать возможность, лучше слушателям. Ну я не знаю, успеем ли мы, так что вопрос, Костя, от тебя, Александр, если вы хотите отвечать на вопрос, да, и тогда я хочу призвать наших слушателей, у нас осталось 5-7 минут, много людей очень звонили, если кто-то 1-2 звонка, мы успеем взять чудесно, так что 604-295-96-16, а вообще в скайпе написали нам, Александр, что было бы замечательно, если бы вы приехали к нам в Ванкувер, и здесь мы бы организовали встречу с вами, если у вас такое желание, конечно, есть и возможности. Но насколько я знаю, Александр Евгеньевич, под санкциями находится, правильно, под американскими и канадскими? Под санкциями. При этом я уж про Канаду точно ничего плохого не сделал, потому что ничего, кроме симпатии, меня Канада не вызывает, логус у него отличный, точно от США, там больше французского, больше староанглийского, больше такого колониального, одновременно консервативного, это альтернативная Америка, и, на мой взгляд, крайне симпатичная во многих своих аспектах, уж прям слога отелянья. Пожалуйста, вопрос, если есть. Да-да-да, я хочу попросить наших слушателей, пожалуйста, будьте терпеливы. Давайте по очереди, если Александр, Костя, Александр ответил на вопрос или нет? Да-да, пойдем. У нас буквально 5 минут остается, я думаю, вряд ли мы успеем на что-то ответить. Александр Георгиевич, а если мы вас еще побеспокоим, насколько вы готовы повторить с нами? Это действительно огромное количество звонков, мы просто не успеваем их брать. Пожалуйста, пожалуйста, а можно трудоно писать, что вот мы как канадцы хотим видеть, там, снимите санкции, они необоснованные, не все же. В Европе, например, тоже давили на Европу, на Евросоюз, что снимите, не, там, примите санкции против Дугина. Европейцы оказались, они сказали, он что-то реально сделал, то, что может считаться основанием? Нет, словами, он сказал, что за Крым, Крым наш, сказал он там. Украинцы должны ответить за преступление, те, кто совершили преступление в Одессе, сожгли людей, должны ответить за это самым серьезным образом. Ну и что, сказали европейцы? Ну и пусть не говорят, но он уже ничего не, он даже не был там просто. То есть, и вот это любопытное отличие, на самом деле, что я далеко не понад Европу, но я туда езжу, выступаю, и в Восточную Европу, и куда угодно просто, и во всем мире, поэтому, мне кажется, это дискриминация канадцев. Если с американцами сложный разговор, я там был в свое время, меня прекрасно принимали, я встречал с Жизинским, с Куямой, и еще бы с Сористым поехал, но мне еще нравится Вашингтон, понравился, очень хороший, интересный город, и в Канаде, а в Канаде не было, к сожалению, поэтому я предлагаю написать прекратить тоталитаризм, давайте, пусть Дукин приедет, мы хотим задать ему вопрос, и тут, можно сказать, сам русский вопрос, обсудить, а вообще я готов принять часть еще раз в программе, очень интересно, и наберите вопросы заранее, да? Александр, хотя бы один звонок, слушаем, доброе утро. Добрый день, меня зовут Борис Рейтман, просто хочу представиться для всех, я капиталист, я атеист, и считаю себя, духовным человеком, но мой вопрос, комментарий скорее, насчет того, что если Амазон запрещает продавать какие-то книги, то это не Американ Спирит, это не Американ Спирит, а Американ Спирит. Борис, слушай. Да. Борис, слушай вас. Вы меня слышите? Да, конечно, слушаем. Так вот, Американ Спирит позволяет любому человеку в Америке делать то, что он хочет, если он не мешает другим. И если у него есть какие-то несогласия с каким-то мнением другого человека, он имеет право не публиковать его работы, не публиковать книги и так далее. Или же, если он с чем-то таки да согласен, он имеет право это рекламировать. И то, что Амазон не продает какие-то книги, именно говорит о том, что в Америке есть Американ Спирит, который позволяет частному лицу выражать свое мнение, а не мнение государства, в котором он живет. Что государство постановило, это цензура, это нельзя, а другое можно. Поэтому я немного не согласен с критикой. Ваши. Спасибо, спасибо, Борис. Но времени у нас совсем не остается, буквально пару минут осталось. Александр, что вы думаете по поводу того, что сказал Борис? Вы знаете, дело в том, что вот я хочу сказать, что да, конечно, Амазон это частная компания, книги-то мои печатаются, а вот мотивация, что почта не поставляет товар определенный, потому что не согласна с содержанием этого товара, причем, когда там ничего действительно анти-незаконного или противозаконно разжигающего, например, расу розни или к чему-то призывающего террористическим действиям, нет. Вот это совсем другой вопрос. Это диктатура политкорректности. Это не американский дух. Я не говорю сейчас про государство, потому что вот этот дух расизма, он не столько государством американским, не столько США как государством проецируется, а именно политической элитой, которая отходит от американского прагматического логоса. Это не по-американски, вот я хочу сказать, запрещать с тем, с кем ты не согласен в социальных сетях или просто почта, которая, почта не государства, почта, частная почта, которая цензурирует содержание посылок, вот это мне представляется просто антиамериканским. И я считаю, что это, вот наш слушатель, наверное, не совсем услышал, что имеется в виду, я не критикую американский тоталитаризм, тоталитаризм государства, в духе российского или там нацистского, я говорю о том, что возникает другая форма цензуры, другая форма расизма, которая воплощена в поведении правящего класса, который на самом деле управляет с помощью эпистемологии. У меня был с дебаты с Леви, как Леви говорят, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост могут высказывать разные позиции, могут, но в рамках одной и той же строго эпистемологической парадигмы. И вот здесь как раз я упрекаю тоталитаризм эту парадигму о Нью-Йорк Таймс конкретно или Нью-Йорк Таймс. Это вопрос очень серьезный и лучше бы с такими вопросами не спорить. Есть вещи, с которыми у нас могут быть споры, содержательные, можно о них, как бы сказать, с разной точки зрения обмениваться. Я предлагаю углубить и перейти на следующий уровень. Это правда интересно. Спасибо. Спасибо Вам огромное, Александр Геевич, за время, которое Вы нашли. Все, что касается Трюдо, сделаем действительно все, что возможно, потому что мы сегодня крупнейшие радиостанцы на русском языке в Канаде. Поэтому, может быть, кто-то и прислушается к нашему мнению. Александр, спасибо огромное. С наступающими праздниками Вас. Рождество, Новый год, Ханука. Пусть у Вас в жизни все будет замечательно. Спасибо Вам большое. До свидания. До свидания. Пять раз в неделю. С понедельника по пятницу. В прямом эфире. Радио. Значит, по-доброму начать.